Всем привет! Это Вадим. Сегодня я вам хочу рассказать про американские парки. Мы пойдем гулять в Walnut Creek Park, который находится возле нашего жилого комплекса. Ну что, поехали! Для того, чтобы попасть в парк прямо из жилого комплекса, мы можем воспользоваться одним из многочисленных входов. Вот, например, мы обошли дом и за домом можем попасть прямо в парк вдоль забора. Вот такой спуск. Мы спускаемся. Тут аккуратнее ветка. Еще одна ветка. Вот такой спуск. Видите, вот там внизу дорожка. Это уже хватит. И вот мы такие вошли в парк. И прямо вот здесь посреди парка идет такая бетонная дорожка. Все дорожки в парках здесь называются трейлы. По-нашему это треп-тропы. Вот. И в этом парке трейл такой большой. Вот видите, что здесь гуляет много людей. Очень многие здесь выходят походить, побегать. Вот. И здесь парки пересекаются вот такими парками, этот, деревянными мостами. Вот. Ну, снизу, с мостов видно вот эту речку Волнед Крик. Вот видите, тут вода сейчас очень чистая. Тут даже часто рыба водится. Но летом, когда засуха, речка практически пересыхает и воды нет. Так как сейчас периодически идут дожди, то воды довольно-таки нормально в речке. Вот. И видите, как ходят люди, гуляют. Практически никто не в масках. Вот. Много велосипедистов. Этот парк очень популярный среди велосипедистов, так как здесь вот такая широкая бетонная дорожка. Вот. Видите, велосипедисты проезжают. Вот. А мы сейчас с вами пойдем на полянку с лавочками. Поехали. Да! Да-да-да! А сейчас мы идем к месту, где мы часто видим оленей. Тут есть такие небольшие заросли. Олени там живут. Вот. Еще такая интересная особенность в парках. Я заметил, что здесь, в Америке, редко когда встретишь в парках фонари. Освещения практически нет нигде. И когда садится солнце и ночи, то ты можешь только с фонариком гулять в парке. Ну, есть несколько мнений. Первое, то, что я подумал, это то, что они стараются не мешать ночным животным. Второе мнение, это то, что они экономят на электричестве. Как вы думаете, вот, может, вы встречались? Может, у вас есть информация по этому поводу? Может, вы знаете, почему именно в Америке в парках нет фонарей, столбов с освещением. Вот. Напишите в комментариях. Будет интересно почитать об этом. Ух ты, какие тут классные ягодки. Вау, такие желтые. Интересно, они съедобные или нет? Но мы проверять не будем. Мы пойдем дальше. Вот. А вот здесь вы можете увидеть такие кактусы. Такие лопоухие лопатые кактусы. Они встречаются по всему Техасу. Их можно очень часто увидеть буквально в каждом парке, вот, в каждой местности. Их очень много, вот таких вот кактусов. Хорошо, идем дальше. Мы уже вот подошли к нашей полянке, где мы очень часто видим оленей. Но сегодня я вот смотрю, что-то оленей нет. Только какие-то кактусы. Можем сюда немножко углубиться в трейл и посмотреть, возможно, они где-то тут в глубине есть. Но не факт. Сейчас немножко чуть-чуть вперед пройдем. Я их точно очень часто видел. Вот тут еще какое-то есть растение. Вот тут какие-то птички летают. Вот в парке довольно грязно, потому что в нашем парке живет очень много бомжей. Вот очень красиво так свет падает на кактусы. Реально прикольные кактусы. Я их здесь в Америке первый раз увидел. До этого никогда таких не видел. В моем понимании кактусы были это такие больше, как такие высокие, как в мультиках. Такие, которые вот в Аризоне на всяких плакатах показывают их. Вот. А таких лопухих кактусов я раньше не встречал. Так, ну, вот кто-то развалил какой-то дом или просто досок принес на костер. Тут пахнет канализацией. А мы постепенно приближаемся к речке Волнат Крик. Вот здесь как раз вдоль речки очень часто можно встретить оленей. Они сюда приходят попить воды. Может быть, поесть мусора. Вот. Который после бомжей остался. Ну, вот так. Вот есть просто чистая речка. Речка есть, оленей нет. А, иногда еще я тут в воде. Иногда вижу змей. Ну, раза два или три видел таких черных змей водяных. Но, сейчас, видимо, не сезон. Они куда-то, наверное, в спячку упали. Ушли. Вот. Такой обзорчик. Такой парк. Такая речка. Волнат Крик. Довольно красиво. Ну, что, пойдем дальше. Так, а мы идем дальше. Прогуливаемся по парку. Вот такой интересный краевыт. Вот. Можно пройти немножко дальше. Так, вот идем. Так, оставим, припаркуем тачку здесь. Идем дальше. Вот тут люди возят своих собачек в таких прикольных тележках. Ну, кстати, некоторые люди к собакам лучше, чем к людям, относятся. Не знаю. Ну, тут собаки это как часть культуры. Тут очень pet-френдли комьюнити. Очень дружелюбные и любящие животных люди. Это, в принципе, очень реально круто. Потому что животных надо любить. Они это часть природы, часть нашего мира. И к животным надо относиться с уважением и соответствующей любовью. Что, в принципе, люди здесь, в Техасе, и делают. Да и, в принципе, во всех штатах люди очень воспитываются с любовью к животным. Намного лучше относятся к животным, чем в Украине. Это факт. очередная порция людей, любящих собак. Вот они идут к нам навстречу. Тут собачки довольно милые, ухоженные все. Ай! Люди очень дружелюбные, здороваются. мартусы. Мартуся. Она тоже гуляет в парке. вот а мы с вами подходим к такому ключевому месту к железной лавочке вот она здесь прям посреди парка стоит когда я бегаю вот ровно километр получается возле этой лавочки вот здесь вы можете прочитать что эту лавочку установили в честь эрика харриса за его экстраординар и дикейшн ту а вы билов парк то есть за то что он очень сильно любил парк за его вклад в развитие парка вот в честь него поставили эту лавочку здесь вообще в америке очень часто здесь как традиция благодарность за что-то людям в их честь устанавливать лавочки вот но что касательно вот этой лавочки она вот как вы видите металлическая то это не очень практично потому что летом она прогревается на очень горячая а зимой она переохлаждается она очень холодная нос в америке в лавочке железные очень популярны силу того что они очень долговечные их и не нужно потом менять они могут очень долго простоять и можно просто периодически прокрашивать но с точки зрения как бы комфорта на них не всегда комфортно сидеть идем дальше здесь люди в парк часто ходят заниматься спортом пробежки велики покататься особенно актуально это во время пандемии потому что уже время коронавируса не так безопасно заниматься в залах поэтому большинство людей уже выходят бегать в парке да я собственно тоже когда погода теплая хотя бы градусов 19-18 я уже в парк выхожу побегать вот пару раз в неделю сейчас прохладно поэтому я пару раз сегодня на этой неделе не бегал только в начале разочек так нужно вернуть тачку где мы взяли ее в прошлый раз потому что природу нужно оставлять не тронутой парке вот ай кстати надо сегодня огурцов купить вот оливье заправить огурцами свежими так такие же тачки от супермаркетах есть так вот мы и взяли тут ставим возможно хозяин вернется будет рад что тачка не тронута а вот эта тропинка это вот дорога костин комьюнити колледжу то есть если вы гуляли в парке и вам вдруг захотелось в колледж вот или вам нужно учиться то вы можете про по этой тропинке вот так вот туда пройти за пару минут прям вот в колледже будете за теми деревьями так что вот между парком и и колледжем вот расстояние совсем небольшое идем дальше вот тут мы подходим такому месту вот это такие специально оборудованные урны для отходов для ваших от ваших животных когда собачка сходила в туалет вы это все собрали в пакетик и можете такие специальные урны выкинуть здесь ими оборудованы все американские парки вот а немного дальше вы видите вот такую детскую площадку тут дети гуляют вот если пройтись немного дальше то вы видите такая парковка для автомобилей вот сюда можно приехать и припарковаться прямо на своей машине и пойти гулять в парке если вы не живете рядом с парком так как мой например вот на выходе из парка тоже вы видите есть такие специальные баки вот вот эти синие это для ресайкл это для пластиковых бутылок для стекла для фольги вот эти вот обычные темные это для всего другого мусора там огрызков всяких там остатков пакетов и всего прочего вот и еще в каждом парке есть вот такие вот пикник зоны со столами вот где вы можете приехать со своей едой разложиться поставить свою еду покушать сделать такой пикничок в парке он люди тоже играют кидают что-то оранжевое какая-то оранжевая штука я не знаю как называется эта игра вот вот такой парк он уже здесь более многолюдный здесь много таких пикник столов оборудованная пикник зона вот вашим парк прикольный он очень популярный и здесь очень много постоянно людей гуляет и сейчас мы пойдем я вам покажу такую небольшую красную беседочку и мы уже будем заканчивать наш обзор мы с вами подходим вот такой прикольной красной деревянной беседочки вот и там уже кто-то сидит к сожалению наше видео подходит концу сегодня мы с вами гуляли волна крик парке спасибо всем кто посмотрел мое видео пишите в комментариях если вы хотите чтобы я еще снял обзоры про другие парки в техасе в осени здесь в сша вот буду признателен за любую обратную связь спасибо с вами был один пока вот эта дорога которой мы идем обратно домой с парка летом она обычно очень заросшая травой и здесь стрёмно ходить потому что боишься что может где-то змея выскочить и куда ты идешь сонечко нам туда да вот как бы не я то мартуся бы снова заблокала и пошла кудись в сторону ламара або пар мерлейна да и пришлось бы ее шукать потом непонятно где так вот такой у нас супер секьюрный комплекс невозможно него пробраться такой забор высокий такой невероятный двухметровый вот главное никому не рассказывать секрет что немножко дальше забора нет и можете вот так вот просто взять и зайти прям с парка на мартусь